Чтобы не забыли ни героев, ни страницы истории, в Самарской школе номер 129 провели урок мужества. Почетными гостями стали участники Сталинградской битвы. Они рассказали, как пережили те страшные 200 дней и как выжили. На экскурсии в прошлое побывала Татьяна Пудова. О том, что такое Сталинградская битва, можно спросить любого из этих школьников, расскажут не хуже экскурсовода. Судьбоносное сражение Великой Отечественной в деталях изучают с младших классов. Один из самых дорогих экспонатов – это губная гармошка Леонида Терентьевича Ладыженко, которая была найдена на этой мертвой долине. И изъята была у трех немецких солдат. А что не прочитают в учебнике, узнают у героев той битвы на Волге. Валерий Михайлович Дедзюль рассказывает, он учился в 10 классе, когда началась война. Хотел служить в авиации, но не прошел медкомиссию из-за шумов сердца. В итоге его направили в Саратовское училище связи. Пройдя обучение в должности начальника батальона связи, отправился на Сталинградский фронт в составе добровольческой бригады. Самое, конечно, колоссальное количество потерь. С одной и с другой стороны. Это ужасно. Самое, самое трудное – это война в городе. В городе. Потому что каждый камень, каждый пенек становится орудием. Дети отмечают таких рассказов о войне, таких свидетельств и воспоминаний в учебниках, конечно, нет. Учебники по истории могут переписываться. Самое важное сейчас – это набираться знаний у первых источников. То есть общаться с ветеранами и в дальнейшем передавать это своим детям. Ветеранов благодарят за их героический подвиг. Дорогие ветераны, разрешите по поручению губернатора поздравить вас с праздником. Пожелать вам доброго здоровья. Низкий поклон вам за то, что вы сегодня работаете. Работаете по патриотическому воспитанию молодого поколения. Вы несете правду о Великой Отечественной войне. После в Школьный музей Сталинградской битвы от поискового отряда передали осколок бронекабина самолета Ил-2, отметив, что этот артефакт поможет школьникам яснее понять, через что пришлось пройти тогда защитникам города. Татьяна Пудова, Алексей Гриднев, Новости губерния. Субтитры создавал DimaTorzok